Участки площадки Гарднер оставляет Диасу, тут переводит на дальний пятак Шпрунгер. Ну вот, все с ним в порядке появляется. Нет, не Шпрунгер, это 82-й номер Симон Мозер. Гарднер пока смениться не успел. Какая там битва с жаркой в площади ворот. И здесь не дают Амбюлю бросить. Ну что, с контролем шайбы в зоне соперника порядок. У швейцарцев снова вот бросков. Поворотом не значительно не достает. Был один в исполнении плюса. И был второй, который был заблокирован. А здесь подставлена клюшка. И счет открыт. А в этой встрече сборная Швейцарии использует численное преимущество. Ну, не зря. Обращали статистики наше внимание на то, что не важно. На этом турнире белорусы играют в меньшинстве. И Райан Гарднер, который так и не сменился за эти полтора минуты. За полторы минуты, что его команда имела численное преимущество. Отставил клюшку под бросок партнера. И переправил шайбу в ворота. Уловкой здесь сыграл. И Андрей Мезин ничем своим партнерам помочь не сумел. Великолепно. Гарднер очень технично здесь сыграл. Шайба отскочила еще ото льда. Резко поменял направление своего полета. Мы рады приветствовать всех тех, кто присоединился к нам только сейчас. Это чемпионат мира по хоккею. Матч команд группы Б. Швейцария против Белоруссии 1-0. Сборная Швейцарии впереди. После 20 минут игры эту единственную шайбу забросил Райан Гарднер. В большинстве с передачи Рафаэля Диаса и Симона Мозера. В первом периоде всего лишь 13 раз побеспокоили полевые игроки вратарей. Той и другой команды. 1-1. Сборная Белоруссии сравнивает счет в этой встрече. С броском Коробова не справляется. Тобиас Штефан, который пропускает впервые. Впервые на этом турнире в матче против Франции. В первый игровой день отстоял он на ноль. Но сейчас пробил Дмитрий Коробов броском. Да, без сопротивления. Атаковал защитник белорусской команды. Но с другой стороны, наверное, все-таки под щитком. Здесь шайбу не должен был пропускать. Галкипер сборной Швейцарии. Клюшка была у него поднята. И в атаку Михаил Гробовский в матче с канадцами. Такой пары очень красивых сонных проходов отметился. Но вот сегодня не удается пока ему взять инициативу на себя. Собственно, Гробовский и произвел первый бросок по воротам швейцарской команды в первом периоде. И однажды очень неплохо Андрей Костицын пробился по борту. Делал передачу на пятачок, но тогда Гробовскому очень неудобно бросить. О-хоу! 2-1. Сборная Швейцарии выходит вперед. Это Мартин Плюс, насколько я понимаю, в ближнем бою разбирается. С Андреем Мезиным позволили. Позволили защитники белорусской команды выкатиться на пятак. Нет, Горн Безина и вовсе защитник тут нарисовал шайбу в ворота белорусской команды. Но давайте смотреть, как это было. Вот здесь подключение от синей линии. Пошел в обыгрыш, вылез на пятак. Может быть, не лучшим образом клюшкой сыграл Андрей Мезин. И сумел он, видите, шайбу выбить. Под клюшкой она у него прошла и уже терял равновесие. Не был готов к этому броску. Но Безина-то каков. Привыкли мы к тому. 13 минут 12 секунд остается командам сыграть во втором периоде матча между сборной Швейцарии и Белоруссии. 2-1. Швейцарцы впереди. К этому моменту по ходу второго периода Белоруссия успели сравнять счет. Отличился Дмитрий Коробов с передачи Виктора Костюченко и Андрея Степанова. И уже третью шайбу забрасывают швейцарцы. Гарднер оформляет дубль и зарабатывает уже третий балл за результативность, потому что принял он участие в первой, а не во второй, в голевой комбинации швейцарской команды, когда забрасывал Горан Безина с передачи Рюта Манна и как раз Райана Гарднера. И сейчас первое звено швейцарской команды в очередной раз празднует успех. Бросок от синей линии, подставлена клюшка и отскок. Вот лицо у борта несколько дезориентировал. У Мезина далековато. Андрей выпатился из ворот. Понятно, что пытался он сократить угол обстрела, но тем не менее... Пробует вариант с четырьмя нападающими на площадке Эдуард Занковец, но вот появление четвертого форварда не приносит никаких дивидендов и вообще не очень понятно, почему это... Зачем, вернее, это происходит. Посмотрим, может быть, сейчас что-то придумает. Сергей Димаген, который на позиции правого защитника действует вместе с Кистюченком. И вот звено Мелешко, Степанов и Китаров у команды Белоруссии. Собственно, первая тройка белорусской команды второй раз зарабатывает численное преимущество, но там более продолжительный отрезок получился, и у Горобовского с товарищей дали им возможность отдохнуть на старте в отрезках в большинстве. Но вот сейчас Горобовский возвращается на лед. Здесь же Угаров. Костицын на синей линии. Да, также на позиции правого защитника. И Коробов вместе с ним, и который одну шайбу сегодня забросил, сейчас из-под него производит бросок с неудобной руки и швейцарской команды, но не пришлось здесь Мезину вступать в игру. И в меньшинстве забрасывают швейцарцы Иво Рютеман. Ну, вот то, о чем мы говорили в первом периоде. Наказание соперника за беспечность в кинжальной контратаке. Это мы с вами тоже увидели. Иво Рютеман. Подхватили шайбу в средней зоне. И по противоположному флангу Рютеман просто на ракету сел, улетел ото всех. И, не сближаясь с Мезином, над плечом голкипера метнул 32-й номер швейцарской команды шайбу в ворота. Продолжение следует...